Всем доброго времени суток, друзья! А сегодня у нас гайд на непопулярного персонажа, как многие говорят, Shadow Demon. Очень даже сильный персонаж. И ребята уже просили, сними уже наконец-то что-нибудь стоящее. Какой-нибудь интересный гайд. Вот вам, пожалуйста, гайд на Shadow Demon. Будет интересно, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь, ребят. Ну что ж, а мы начнем. Рассматривайте его скиллы. В общем, первый скилл это у нас Астрал с задержкой в 2,5 секунды. То есть, давайте прокачаем и посмотрим, что у нас получится. Накидываем на себя. 2,5 секунды проходит, появляются иллюзии, появляюсь я и мы все под контролем и что-то можем делать. Давайте разберем конкретно. В общем, смотрите, это Астрал. Астрал направленный, можно направлять на энеми героев или же на союзных персонажей. Что он у нас будет делать? Смотрите, с левелом прокачиваться кд и иллюзион дел 60% дэмэдж. То есть, получается, 2 иллюзии будут дамажить сильнее, чем один персонаж. Будь то энеми или наш союзный персонаж. То есть, знаете, как делали? Террор Блейд заходит на рампу. Пушится. Это это все дело. Shadow Demon кидает на Террор Блейда свой первый спелл. И появляется еще один Террор Блейд, который наносит жесткий дэмэдж. То есть, в теории, это все просто, на самом деле, ребят. Также Астрал этот, в принципе, можно комбинировать там со всякими разными способностями. Как там Торрент Кунки. То есть, закидываете 2,5 секунды в ожидании тайминг. Поднимается на Торрент сразу и убиваете. Прикольная тема. Также, ребят, еще длительность иллюзии у нас будет тоже возрастать с прокачкой данного скилла. Смотрите, 5, 6, 7 и 8 секунд. У нас длительность иллюзий будет, то есть, в течение 8 секунд можно будет пользоваться этими иллюзиями. И прикольно. Также этим, в принципе, с полом можно что-то кайтить. То есть, тут, можно сказать, такая неуязвимость во время того, как мы вот в этой вот теме. И, в принципе, все по этому скилу. Что нужно знать, ребят, очень полезный скилл. В сочетании с другими скиллами. Просто бомба. Давайте перейдем ко второму скиллу. Второй спелл нашего персонажа, это амплификация демеджа, ребят. В общем, все довольно-таки просто. По данному скилу на 12 секунд, кто под этим действием, вот этого с пыла, он будет получать на 50% больше демеджа. Если вдруг он на нем, еще раз повторюсь, ребят. Но, есть тут особенности на этом спеле. Вот такие, ребят. Давайте мы посмотрим вообще, что же у нас будет тут происходить, если мы его прокачаем. Смотрите. У нас большая АОЕшка. Но это не значит, абсолютно ничего не значит, что это массовый инкриз демедж амплификация на 40% на 12 секунд с кдшкой 13. Ребят, некоторые думают, что если у нас вот такая АОЕшка и вот такой красивый, красивый эффект. Найс эффект. И все думают, что вау, классно, типа на большую АОЕ вешается. Круто, да. Нет, ребят, это не так абсолютно. Смотрите. Повешилась на одного крипа. Как это работает? Тут на этом персонаже нужно аккуратно, четенько нажимать этот спелл. То есть, если вы хотите закинуть на кого-то из них, вот допустим, на вот этого крипа будет только так вот вариант накинуть. На вот этого только вот так. На Венгу вот так. То есть, краешком цеплять. Я не знаю, почему разработчики сделали такую АОЕшку. Но, видимо, это специально, чтобы ребята не халтурили и чтобы показывали свой скилл. В общем, можно делать вот так вот. В Астрале у него уже будет накинуть второй спелл. То есть, в комбинировании с этим он уже на 40% демеджа будет получать больше данный персонаж, если мы накидываем ему эту тему. В общем, на 50% извиняюсь. То есть, я еще с прошлого гайда не перешел. В общем, ребят, очень мощный спелл. Советую всем его, ну, как бы качать. Это по-любому. Просто 50% амплификации, это очень много, ребят. Вот, но серьезно. Просто закидывается в комбинации так, все подготавливается. И просто можно даже с иллюзиями разносить. То есть, смысл данного скилла, я думаю, вам в принципе понятен. Думаю, в принципе, понятен, ребят. Ну, вроде все фишечки по этому скилу я рассказал. Монокост у нас очень маленький. И спелл на самом деле очень крутой. Давайте перейдем к третьему спеллу. Третий спелл не менее круче. Итак, ребят. Касаемо третьего спела у нас довольно-таки все просто. Но есть свои нюансы, о которых я вам сейчас расскажу. Все мы, в принципе, знаем, что у нас у шадоу демона за третий спелл. Вот происходит вот такая вот тема, такая магия. На определенный рейндж летит. И что же она у нас делает? Во-первых, она дает 50 демеджа фиксировано. То есть, кого-то вот так вот касается вот эта тема, дает сразу 50 демеджа. Плюс вот эти волны, их можно стакать. Не зря у нас 2,5 секунды калдаун. И висит этот один стак 10 секунд. Ребят, 10 секунд. Нужно запоминать. Если вы первый раз не попали, второй раз не попали, есть у вас еще шанс с третьего раза попасть. И дальше продолжать стакать. Но, в чем смысл? Смотрите, стакается у нас, стакается по 65 за один раз. Когда зацепила. Когда зацепила. То есть, в общем, как это у нас будет выглядеть. Мы берем шедоу демона и ведем его, допустим, на центр. Кидаем венгу. Вот у него первый стак пошел. Вот второй стак пошел. То есть, мы можем вот так вот накидывать. Третий стак. И на четвертом стаке мы остановимся. Потому что, смотрите, демэдж 520. Это всего у нас 4 стака. Дальше, дальше, ребят. Есть фишка, есть нюанс. О котором мало кто знает на самом деле. И что же у нас тут, в принципе, оно прописано все. Смотрите. После первых 5 кастов. Ой. То есть, после первых 4 кастов. Идет двойное. Дабл. Двойное. Двойное увеличение урона. Но, после пятого уже каста, у нас уже идет просто добавление по 50. Даже уже меньше, чем по 65, чем за первые. Следовательно, о чем это говорит? Мы закинули сейчас 4 каста. 4 каста, запомнили, да? И на пятый каст у нас уже будет не 500 демэджа, а 1000 наноситься. Давайте я вам это покажу, продемонстрирую. То есть, в профите кидать на пятерочку. Вот эту всю тему вот задрачивать до пятерки, ребят. Ни в коем случае на четверке не останавливаться. Максимально попытаться закинуть на пятерочку. Смотрите. Смотрите. 4 стака есть. Кидаем пятый стак. Нажимаем нашу кнопку. 1040 демэджа. Тут это также, ребят, прописано. Тут это также прописано, что после четвертого левела, после четвертого стака, на пятый стак идет дабл. Дабл демэдж. То есть, те 520 у нас преобразуются в дабл с последующим стаком. Но, если мы кинем еще разок, то ничего, даблом больше не будет работать. В общем, ребят, этот спелл нужно стакать 5 раз. Просто 5 раз. Вот показываю 2, а надо было 5. То есть, ребят, вот такая тема. И, в принципе, по этому скиллу все. Есть у нас также дополнительная вот эта кнопка. Release Poison. То есть, реализовать наш яд. То есть, если мы настакнули. Раз, два, три. Видим, что, возможно, там хитпоинтов уже хватит, чтобы персонаж умер. Мы можем нажать нашу фаст клавишу. Это Е. Нажимаем. И Shadow Demon у нас делает вот такой каст. И взрывает, соответственно, яд. Вот такая тема. А также этот яд, ребят, у нас можно накидывать в Астрале. То есть, следовательно, смотрите, как это будет выглядеть. Допустим, мы накидываем раз. Такие накинули два. И нам нужно еще продолжать стакать. И мы такие раз. Даем ему Астрал. Накидываем. Троечка пошла. Видите? В Астрале. Четверочка. И все. Сейчас пятерочку закидываем. Кинем второй. Нажимаем кнопочку. И персонажа нет. Вот такая тема. Давайте перейдем к ультимейту. Итак, ребят. А касаемо ультимейта. У нас тоже есть свои нюансики. Свои фишечки. И что же у нас будет делать ультимейт на Shadow Demon. Смотрите, ребят. Во-первых. Смотрим монокост. 200 маны. Calldown. 50. Есть улучшение с Аганима. Ребят. По Аганимам видосики делал. Можете смотреть. Что делать у этого персонажа Аганима. И будете все знать. Смотрите. В общем. В чем смысл наш ультимейт? Называется он. Демоник Пурги. Пурги само собой. Знаете, что такое. Это как диффуз. Но. Смотрите. У нас. Это таргетная способность. Во-первых. Берем. Можем выделить на кого-то. Накидывать. Можем на инами. На крипов. То есть. Ну разницы нет на самом деле. Крипа очищать. Да. Понимаю. Ладно. Никому не интересно. Но понятно. Продолжаем. Смотрите. Демеджа. На ласт левеле. 200-300. На первом и на втором. Соответственно. И. Что же у нас будет делать? На 2 секунды. Персонаж. Пуржится. То есть. Замедлен. Максимально замедлен. Как возможно это сделать от Пурги. И после. 2 секунд замедления. Наносится. Демедж. Демедж равный прокачке нашему левелу. И что же у нас в принципе этот Пурги будет делать? Он просто. Все позитивные бафы сносит нафиг. Сносит нафиг. И в комбинировании с нашими способностями. С вот этими. Это просто самая мощная тема. Что может быть у данного персонажа. Ребят. Но на самом деле второй спал конечно же круче. Или не круче. Как думаете какой спал круче? Пишите конечно же в комментариях. Ребят. В общем. Как это будет делать? Как это то есть будет выглядеть? Ребят. Давайте посмотрим. Закидываем. На Крипа. Пурги. Видите он даже остановился. Он в шоке. Но он замедлен очень сильно. И наносится демедж. Извиняюсь. И наносится демедж. Вот такого вот у нас Пурги. Сносит все позитивные бафы. С персонажа на котором это все висит. То есть это. Ну мощно. Мощно ребят. То есть под астралом. Плюс это замедление. Плюс иллюзии бьют еще. То есть не суть. Поговорили о его способностях. Давайте посмотрим на деле. Что же нас может этот персонаж. Ребят. Погнали. Итак ребят. Начинаем. Наш гайд. Это уже. Не скажу какая игра. По банальным причинам. К сожалению. Не удается выиграть на этом персонаже. Хотя с миды выходишь. Просто на овер. На овер киллах. Просто по 5-0. По 6-0. Выходишь. Но команда как обычно подводит. Не знаю. Я наверное ставлю. Наверное нарезочку. Это будет единственный гайд. Где будут нарезочки. Потому как я пытался выиграть на этом персонаже. Это просто по рофлу. Ребят. В общем смотрите. Давайте перейдем уже непосредственно к гайду. К практике так сказать. Будем играть мы через 3-й. Будем стакать. Но на 3-м левеле уже будем стакивать. И соответственно. Возьмем на единичку. Докачаем до максимума троечку. И двойку начнем дальше максимум. Ну соответственно на 6-м левеле качаем ультимейт. И в принципе все просто. Спасибо. Напишем нашему тиммейту. Спасибо. Есть у нас курьер. Должны брать руну. И все будет хорошо. Вивер у нас там. Но эсэфисе. Если пойдет эсэф на центр. То шансов у него просто нету. Выиграть эту игру. Как бы. Ну. Будем душить. Будем душить. Ребята. Будем душить. Наверное включу свет. Специально. Чтобы было получше. Чтобы сильно камера не напрягалась. Да. Вот свет поменялся немного. Патма кидает одинокую arrow. И можно. Можно ребят играть. В общем все. Пошла игра. Давайте поставим вард вот сюда. Чтобы видно было у нас и руну. И немножко high ground. Чтобы можно было если что накидывать третий спелл. Ребят. Но накидывать будем с третьего. С третьего уровня. Так. Кто у нас идет на центр. Пока на центре никого. Пока никого. Ребят. Кстати. Не пренебрегаем. Прокачка астрала. Тоже нужная вещь. Так. Вивер на центре. Войс вивера конечно будет интересно. Ребят. Войс вивера будет интересно. Добиваем крипа. Добиваем крипа. Хорошо. Хорошо. Но этого крипа он у нас забрал. Парнишка на вивере. Крипов не хочу суицидить. На самом то деле. Все. Виверу один заряд кинули. Он не подходит. Боится. Знает. Может что-то знает. Как работает этот спелл. Все заканчивается. И он бежит. Просто бежит. Глаза на лоб. Волосы назад. Как говорится. Убиваем этого крипа. Хорошо. На третьем левеле. Начнем жестко его дубить. Дубить. Душить. Пока что не вижу смысла. Так. Начинаем душить. У нас есть два стака на нем. Поднимемся на хайгрон. Попробуем закинуть еще раз. Нет. Он сразу убегает. Понимаешь что. Получать эти стаки. Это чревато. Но. Мы сейчас купим боттл. Купим сентри. И уже будем под астрал его. Подлавливать. Под астрал уже подлавливать. На четвертом уровне. И будем его убивать. Так. Стакаем. Отгоняем. Парнишка боится. Парнишка боится у нас. Делают у нас фб. Аинами. Да. Походу делают. Так. Есть у меня. Фотл. Надо добить крипа. Одного. И берем сентри. Все. Ехала. Есть у нас астральчик. Ну вивер просто на пассиве. Там. Копает очень сильно. Приносит все стик. Да. Отлично. Мы продляем стак. Троечка. Все. Он убегает. Ну и завязаем. Завязаем. Чтобы мало ли. Может быть там убьет. Потому что три стака уже стояла. Максимально я не смогу накинуть. Просто это у нас как бы минимизирует. Вернее. Ну как. Как вам сказать ребята. Как сказать. Это у нас убирает такую возможность. Что данный чел. Пока на нем проклятие висит. Вот этот яд. Он отригенит все хитпойнты. И может тем самым выжить. Отлично. Добиваем. Идем на рун. Хорошо. Хорошо. Так. У нас там зомби. Энигма. ЕС и СФ. СФ без шмота. Найс. Это чисто топовый шмот. Там вот Луис Вуиттон. Как говорится. Такое. Вот. И по кайфу. Так. В общем смотрим. Вивер на миде. Можно стакать. Ребят. Можно стакать. А. Сейчас у нас будет еще левел. Поэтому давайте будем стакать. На ласт хит. На ласт хит. Его. Старались обмануть. Есть стакать. Парнишка. Ну лови еще стакать. Ага. Побежал. Все. Это смерть. Ребят. Это смерть. Он не знал что тут у меня есть. Вот так вот. Хорошо. 500 урона. Как говорится. Лишним не бывает. Сынтричок. Сынтричок решает эти вопросы. Ребят. Сынтричок решает эти вопросы. Как говорится. Хорошо. Сапог. Возьмем. Апнем. Курьера. Тп. Шичку. И наверное еще один сынтричок. И манку. Так будет наверное хорошо. Добиваем. Тем временем на автоатаке кату. Обузим. Нулик. Нулик обузим. Подбираем. Потому что горячо. 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 Хорошо. Возвращаемся. Так. Ну можно по стакать уже. Кармешка вернулся. Скинем еще разок. Все. Ману. Вязаем. Погнали на руну. И хейст. Хейст это очень хорошая тема. Типа пойти гангнуть. У нас смотрите. У нас там плохо по вы дирке. Давайте мы пробежимся немножко. Даже если мы никого не убьем. В принципе мы не очень много потеряем. Вот так. Ну Девардит у нас. Шишер. Шишер. Закидываем яд. Попадаю. Ну. Давайте вот так вот сделаем. И третий раз. И просто смерть. Все. Хорошо. И делаем тп. На мид. Возвращаемся. Возвращаемся. Только в наглую. Все. Как бы потеряли мы 4 крипа по сути. И более ничего. Вивер пахнет. 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 Яд наш. Вивер злой. Купил один центрик. У меня центрик уже заготовлен был. Убиваем. Убиваем. Хорошо. Ману надо тп. На всем всем ману тп. И пусть он. Вивер знает, что тут есть сын кричок. Потому что по-другому нам его поставить никак нельзя было. Такое себе. На Вивер осторожничает очень хорошо. Довольно таки чувствует, что на миде ему тяжело стоять. Но я на фул фри стою. Добиваю всех крипов. Мне комфортно. Мне комфортно. Сейчас уже у нас будет еще одна руна. И наверное пойдем куда-нибудь еще гонганем, ребят. На топ можно пойти настакать. Сор. Он ушел с мида еще минуту назад. Ходит Вивер. Просто не знаешь, что ему делать. У него без, как говорится, безысходность. Снайпер. Снайпер только сейчас понял, что... Вивер на миде не стоит. Тоже тяжело, ребят, так, контролировать линию. Если человек не стоит на центре, как бы, что я сделаю? Смотрите, какие у нас страсти на Вивере. Будем пытаться жить. Двойная тычка. Ну, живу, живу, живу. Слушайте, а я же мог снять просто... Снять просто с него дабл демош, но я только сейчас додумался. Только сейчас додумался. Но все равно переигрываем. Переигрываю все равно. Так эсф идет. И там... Там у нас ЕС еще. Но ЕС с ЕСом шутки плохи. Фиссура минус лицо. Почему я сразу на него не ультанул? Не знаю, я что-то, если честно, протупил. Потому что я бы сразу снял бы с него... Снял бы с него сразу... Дабл демедж и, соответственно, все. На этом бы весь файт его закончится. Но он бы, скорее всего... Он бы... Так, ну умрет у нас тут. Умрет тут с галонами. Посмотрите, сколько демеджа. Гайд на них мы все смотрели. Так вот. Удивляется, почему такой дамаг большой. Так потому что ты сидешь один на пять. Так. Что ж. В общем, касаемо этой ситуации, что я протупил. На самом деле, да. Как-то протуплено. И... Но фишка в том, что, по сути, если бы я... Возможно, снял бы ему сразу дабл демедж. Так, ну у него там есть в центре. Он будет пытаться сейчас... Тоже снимать. Накинул я ему ультимейт. Если попадаю еще одним... Стаком. Пахнем. Хорошо. 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 Отлично. Так, идем. Идем помогать снайперу. Снайпер зажат. Снайпер не знает, что делать. Да у меня там иллюзия появляется. Понимающие иллюзии. Ой-ой-ой, а что застан? Хорошо. Переигрываемся на. Еще разок надо закинуть. Не знаю, попаду, нет. Но... Четыре стака и все. Но я отыграл максимально, как можно было это отыграть. Вот моя еще одна иллюзия. Понимаю. Понимаю. Так, ребят. Есть догон, в принципе. Догон. Берем догон, догон, догон. Еще раз догон. И пойдем, наверное, гонганем топ. Попробуем постакать что-нибудь там. А вот эта иллюзия, конечно, это... Это нечто. Это нечто. Сэф делает у нас фейзы. Где-то видел, наверное, на водоте фейзы. И теперь хочет сделать фейзы. А, вот тут вивер у нас. Смотрите, какой агрессивный. Так, ну, снайпер, ты должен бежать и кушать веточку. Кушаешь веточку, появляется у тебя больше пассивный регенчик. Слушайте, а вот эта фиссура может меня тут казнить сейчас. Я не могу пройти. Я не могу пройти. Плохо. Хорошо. Забираем все, что движется, как говорится. И вивер там паучков кидает. Но идем на руну, ребят. Забираем руну у вивера. И хилимся живем. Ребят, кстати, можно ему также через монетку собираться. Тогда у нас иллюзии будут бить больнее. И сильнее. Но как бы тут не в иллюзиях тема. Я играю не через иллюзии. И попробуем сейчас постакать на СФ. Оно СФ сразу чувствует. Ладно, неладное, неладное, неладное. И убегает. И убегает. Так, ну нет, не попадает. Не заходит Ару. Погнали на топ. И есть хорошая руна. У нас инвиз руна, так как говорится. Кто имеет инвиз, тот неуязвим. Так, поехали. Там иникма с арканой. Гау, ребята, стакать. Третий спелл. Будем тупо накидывать. Оу. Просто на парню. Есть. Есть на пару. Стакиваем. Энигма будет меня сейчас душить, но меня тут толпой пытаются задушить на самом деле. Нужно бежать. Волосы назад. А, ребята стоят АФК, у них все хорошо. Бежим, настакиваем просто. Ну, еще разок кину. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило до того, чтобы убить. Ну, АФК стоите. Стоят АФК просто. Могли хотя пойти встречать, начинать, но нет. Так неинтересно видео. Ну, примерно вы поняли, да? Смысл. Бегут толпой, закидываешь. Жалко, чуть-чуть не хватило. Но, в принципе, я так понял. Боже, ну, ультани в него. Что-то не нажимаешь кнопочку. Я так понял, в принципе, ребят... Да, ну, снайпер отпустил его просто. В принципе, ребят, я так понял. Вот чуть-чуть мне не хватило того, чтобы прожить. Маны не было тоже. Завязал инвест, но хотел-хотел там убить, конечно. Так, ну, ребят, я заберу эти варды, потому что я варды тоже покупал. Соответственно. И поехали. Боже, сколько левела. Не, в смысле, про то, что я повлиял, скорее всего, по-любому на то, что там ребята у нас подрались. Так, вроде, удачно. Так, ну, и виверсио. Это, знаешь, полномочия уже усе. Первый, второй спел, я просадил. Он успел дать. Успел дать свой таймлап. Так, что тут у нас идет? Эх, ну, надеюсь, попал. Ну, нет, там, скорее всего, в крибер на кого-то закинул. Божечки, божечки, божечки. Как же душа-то. Ставим тут. Очень плохо. Не знаю, не знаю, не знаю, ребят. Но как-то хочется подраться на темнейте АФК. К сожалению, играет. Но, вернее, они вообще не играют, в принципе. Все, ну, я тут умер. Я тут умер. Просто все АФК играют. А хочется драться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, короче, пошел фармить мид. Не хотят, ребята, играть. Это видно просто. Я хожу, что-то пытаюсь тут кого-то поймать, зацепить. И они встают просто крипа бьют. Ладно, так и надо. По законам джунглей так и надо играть, ребят. Я понимаю. Снайпер у нас 2-3. Ладно, ждем. Рез и идем. На низ пойдем ес и убивать. Нет ни киллов, ни фарма, а не манщий. Плохо, вот это очень плохо. Будем вязать вот такую способность. Катчер. Хорошо. Просто выходите и помогайте. Дота это... Это не фарм и не стояние АФК. Но он не понимает немного, о чем я говорю. Потому что когда я прихожу, к сожалению, никаких булов не происходит на карте. Мы будем делать ЕУ. Можно даже в лотар будет уйти. В принципе. Ну на топе какой-то файт сейчас будет. Давайте возьмем тпшечку. Блэкхоу вязается там. Смотрите, порог. Там ес уже рестница идет. Мстить. 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 Хорошо. Ну 30 секунд до того момента, как у нас рискнутся руны. Но мне нужна руна. Вон курьер почему-то летит. Летает у инигмы там курьер. Будем пушить. Пока что. Забрали курьера. Так и он висел, так и висел. Забираем. Но этого так просто заберем. Все. Погнали на руну. На топе вивер там дерется под паучками. Но вивер там единственный чел, который реально соображает это вид. Гоу. Поможем. Даже можно эсэфоты быстренько принять. Ну да, конечно. Примешь эсэфиуса. Да. Я тут опять умру. Найс. Пришел помогать. Парнишка на шеде. И влезает под томбу. И томба это ггб. Очень плохо. Просто томба, томба это ггб. Томба это ггб. Но эсэф сразу среагировал. Я бы эсэфа сразу вырезал там. И не пошел бы в драку. Но ничего страшного. Будем пытаться дальше играть. Я замакшу догон и просто буду ваншотить всех. Буду максить тупо догон. На эскейп ничего пока брать не будет. Буду охотиться просто на каких-то эсэфах. И буду соло просто вытаскивать это. Соло вытаскивает. Виномансер у нас через змей. Да, Виномансер играет у нас через змей. Через змей. Смотрите, написано типа желтым. Типа знаете, как обычно пишется на аганим. Типа улучшения. А тут именно такая, как сказать, особенность. Атакует наземных и воздушных персонажей. Прикольно. Так, есть. Поехали. О, и ехалый. Поехалый. Ездаёт фиссуру, ест злой. Погнали, короче, бегать. Есть варты, ставим варты. В уникме есть даггер. В уникме есть даггер. Надо мне тоже, кстати, даггер, ребят. Поставим вот тут имбовар, который я всегда ставлю. С помощью которого можно видеть. Кэмп тут и кэмп вот тут. Вот эти подходы. Никого нету, к сожалению, тут. Но будем искать, сейчас находить. Нанизу двое, где-то остальные должны быть. Вот кто-то это сделал. Скорее всего, пойдёт сейчас фармить. Но у нас тут вивер идёт, тут плохо. А, не, не вивер, ес. А, боже, а как я так? Если честно, я сейчас прогулял очень сильно этот фраг. Просто прогулял, не дало ему подойти побольше. Ну, не знаю, моя ошибка. Моя ошибка. Безусловно. Безусловно, моя ошибка. 700 голдишки есть. Максим у нас уже начался. Начался макс иллюзий. Подписывал, парнишки ходят. А давайте, знаете, как попробуем забайтить. Мы типа возьмём вот так вот сделаем. И поведём иллюзию туда. Быстренько, только пока она не умерла. Опа. А вот этой хренью можно воспользоваться просто догон. Второй. Так, он и второй. Очень плохо, очень плохо. Но юзайд у нас парень не туда. Томбу МБ. Томбу МБ. Томбу разбили и живём. Специально ждал, пока вылезет фивер, чтобы... Ну, не хотел добивать дирги. На дирги она стакала. У её эсэф. Эсэф просто с лотаром. Бог, бог. Ну всё, базару 0. Эсэф, молодец. Молодец эсэф. Одна кнопочка. Но нету с антричков. Но не... Если честно, не знал я, что там у эсэфа. Боже, снайпер, смотрите, что делай. Не знал, что эсэфа там на самом деле. А лотар, ну придёт сейчас что-то брать. Лотар, от лотара, кони центри, дастик. Зато мантку... А, монетку, понял. Пойдём, пойдём дальше сейчас. Так, ну будем тащить эту игру. Будем, ребят, тащить эту игру. Я не собираюсь её тут оставлять. Файты у нас, в принципе, лучше. У нас есть снайпер 0.2.4. Под маг, к сожалению, но ничего. Сейчас возьмём с антрички, ларды и поехали. К сожалению, эсэф очень много напрягает своей фиссурой, но... Но ничего. Но ничего. Сэф на фейзах, конечно, это... Это что-то. Мне просто только его поймать там. Эти фейзы ему просто ничем не помогут. Фейзы, фейзы. На-на-на-на-на-на-на, фейзы, фейзы. Так, поехали. Дагон в четыре. Наши максимальные орудия. Так, это она здесь, настоящая. Настоящие, оказывается. Настоящие? Да. Да, это настоящие. Так, ну кончился у нас варт на орудии. Надо варт на орудии. Настоящие. А, не настоящие. О-о-о-о. Типа, да, МНД. Типа, понимая. Дурачок. Дурачок, но я здесь и мыслька в дурачок. Так. Берем тпшку. Скорее всего, нас сейчас будет на Вену выходить. И будем что-то пытаться как-то... Вот он. Сейчас догонай ему просто в лицо. Все. Просто догонай в лицо. Хорошо. Тащим, тащим, тащим. Тащ, 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 да? Как говорится. Будем тут авоккупировать немножко. Авоккупанты в деле. Снайпер. А не пришел, смотри, что делает. Хорошо. Убиваем этих персонажей. Ребят, ну на самом деле, не знаю. Хочу сходить на руну. У нас приходит Урс. Тут давайте все же останемся пока что. И попробуем пойти за ват. Игорь сюда. Ребятки, барнику. Получится у нас? Думаю, получится. Кто там вышел? Энигма вышла там нагло. Я не буду вылазить пока что. Там нагло. Смотрите, грызет, грызет, грызет. Ставить в центре надо. У меня-то не надо. Ладно, на тебе тут висит эта тема вся. Отойдите, отойдите. СФ злой. Боже, как же он душит меня. Ну, Астрал успеет. Нет, еще Вивер, господи. Но вся команда со спины. Вся команда сзади. Сентри не помогают. Не знаю, я очень плохую позиционку сейчас держал, потому что я пошел вардить. Вардить, ребятки. И пошел вардить очень плохо все это. Но там есть в центре, ребят. Задушите его. Есть в центре же. Просто патрону с экспектом. Пау! Просто и все. И больше ничего не надо делать. Просто один центрик от Азеса. Боже, посмотрите. У него там лук. Ультани, ультани. Хорош, хорош. Но сейчас не примет. Примел, нифига. Смотрите, как умеет, пацан. Я думал, он не додумается. Он бы умер, если бы не принял эту тычку. Молодец, молодец. Респектули. Ну, сейчас тут Black Hole будет. Я думаю. Или Black Hole уже был, я не знаю. В общем, сейчас, ребят, что нам нужно? Нам нужно купить даггер. И будем держать просто позиционку. Зацеплять кого-то важного персонажа. Какого-нибудь. И будем так выигрывать. Потому что по-другому тут не как. Не как. Снайпер поливает. Хочет запушить. Даггер нужен, ребят. Нужен даггер. Нужен. Кого-нибудь зацепим. И накажем просто. Затар у меня бомжа. Просто догон Уайтстоун и куча сентрей. Просто куча сентрей. Затар. Затар ни о чем. Все. Поставляем фарм нашему Урсу. Специально, чтобы парнишка не плакал. Там, что фарма нет. Жизнь плохая. Попробуем кого-нибудь найти. Даггер надо было. Ребят, даггер. Пятерочку. Поставим. Так. Поставим. Тут сентрячок. Опсов нету. Это хорошо. Зомбик у нас тут. И, наверное, ребят, я не знаю, смысл есть тут стоять. Нам нет смысла тут стоять. Все пошли на ботом лейн. Или не все стоят у нас там в Дирге. Ставим сентри. Остаемся тут и душем крипов. Так, ну, ЕС, как обычно, приходит, дают свою поганую фиссуру. Кошмарим. Пока что. Стоит сентри. Надеюсь, СФ, если пойдет, то мы воспользуемся этой ситуацией. Так, ну, Урса там бычить, дайвит. СФ, СФ, тут бездушка стоит у нас все. Вот это дело. Мы будем тут, ЕС, и просто шотать. Просто шотать. Просто шотать. Ну, дальше, наверное, нет смысла. Не, вот так вот сделаю. Хорошо. 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 Так сказать, разыграли. СФ, а там лук. Но на самом деле, СФ у нас там с Дагона развалится через Солкачер. Можно попробовать будет сейчас. Но... СФ. Нарказать. Сейчас парнишка пойдет, будет подходить. И будем работать по СФу. Солкачер и Дагон. ГВП минус СФ. Я буду делать. Мне вардики тут очень хорошо решают. Ха! Хи-и-и, мой д Greg. Хи-и-и, чи-и-и. Нарказать. Я буду делать. Ну, вивера там просто он таймлап нажал бы там. Печалька. Ну, есть у меня даггер. Это есть плюс. Есть плюс. Ребят, в общем, как видите, ШД в, так сказать, в профите. Очень даже неплохой персонаж. Просто, да, в драке полезен. Подсейвил Урсу. Там ставлю варды. То есть, и как бы по кайфу все играем. Линии пушатся. 21 фраг есть в копилочке. К сожалению, только 7 смертей. Я в топ-смертер. Эскейпы никакого нету. Стараюсь муваться как-то. Но позиционку проигрываю. Захожу под томбу, умираю. Ну, нету-нету эскейпа у персонажа. Но персонаж сам по себе сильный, как вы видите. Конкретно по вот этой всей теме. Ну, да, перс реально серьезный. Будем сейчас дальше играть. Сейчас будет у нас даггер. Есть у нас уже даггер. Кстати, с даггером будем сейчас просто находить. Вот так вот соло, допустим, Энигма. Кидаешь Астрал. Третий, второй. Желательно еще ультимативную туда закинуть. Потому что там много хитпоинтов уже и дагон. Но там, скорее всего, вот СФ тупо должен с комбинацией умирать. Сейчас купим еще сын трички. Возможно, надо будет побольше закупить. Так, Вивер у нас там, Деварди. Ну, ребят, покупаем. Покупаем. Ну, давайте возьмем так. Вот так вот. И погнали. Потому что на большее нам не хватает. Будем сейчас кого-нибудь цеплять. Есть у нас. Опс. Урса без второго. Долбит. Урса второй-то. Включи, братишка. Все, молодец. Влетает башня. Все, бегу я на полных парах. Спасать нашего снайпера. Ну, не успеваю. Не успеваю, ребят. Не успеваю. Не успеваю. Будем закидывать тут. Хорошо. Ну, давай попробуем, братишка, вот эту тему разбить. Зомбики помогают разбивать. Это очень хорошо. О, убили. Жаль, не Вивера. На Вивера я не успел пятерочку нажать, потому что... Потому что не успел нажать. Плохо. Так. Смотрим, что у нас тут есть. Пока никого не вижу. А, вот тут есть у нас, я знаю, что есть. Сентрик стоит. Там сбивали у нас обсерв. Отлично. Сф бы какой-нибудь сейчас пришел. Тут Сентрик стоит. А, нет, не стоит. Тогда не надо, бро. Тогда не надо. Хищ? Отлично. Возвращаемся на исходную. Поставим тут сейчас Сентричок. Опа, у нас тут такое вот дело. Назрело. Так, ну что ж, будем ждать энеми. Ждать энеми есть у нас. Тем временем уже все скиллы, которые будут позволять нам огнить. Вот у нас ССФчик. Выходит, дает один Койл, уходит. Боится. Боится, понимая, что, возможно, кто-то может быть, может, может, примет. Татма у нас тупо в Хекс выходит. Если кто-то нацендривайте, просто я вот такой Сентричок. Он, в принципе, будет не палевный. Боюсь я подходить ближе. ЕС, ЕС, в принципе. Хорошо умирает нам, раз. ЕС, опа, у нас ССФ еще подставился. Все, отойти надо. Сейчас умрет. Ну, не знаю, буду пытаться догон вязать. Да, он не успевает нажимать на Блэйдмейл. Это хорошо. Так бы я, наверное, опять отлетел, ребят. Но не обессудьте, контент есть контент. Даже в Блэйдмейл полезно порой убиваться. Так, поехали. Мидлейн. Го. Собью, если что, Энигми. Буду держать сейчас позиционку, потому что я единственный, кто может Энигми сбить Блэйхолл. И нужно просто будет не ошибиться и прыгнуть ей за спину. Делаем вот так, пока там глиф. Ага. Ну, найс, уж я ее сам за контру. Уж я сам за контру, по сути. Так, мы создаем еще одного снайпера. Бьется у нас тут. Мидлейн. Че там Энигма пишет? Урсик. Ну, надо повыпендриваться, да, конечно, само собой. Кто тут у нас живой есть? Покажись. Никого нету, ну, ладно. Ладно, пушим тогда. Да, пушим. Да, пушим. Yes, даггер. Yes, даггер. Будет сейчас плюхать, парнишка. А, нету даггера. Странненько. Я тоже, возможно, угру. Нет, 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 не каскуй, ничего. Это плохо. Разбиваю все, паучков убегай. Поднимай. Найс, ну, не знаю, там вивер выжил. Мама не горюй, как говорится. Мама не горюй. Ну, пишет у нас еще один фастфиниш. Энигма, 1100. Изюм, игра. Изюм. Типа, изюм, что? Хорошо. Хорошо. Так, подмай, я тебя создаю и ухожу. Пора на базу. Да, вот сюда. Принимай крипов. Хорошо. Хорошо. Ну, нормально. Нормально разнесли. У меня почти столько фрагов, сколько на всю команду у них. Найс. Понимаю. Понимающие фраги. Урсу, конечно, вообще там просто разозлился всех, пинает всех, злит всех там. Абсолютно. Ну, я и старфон в задницу. Ну, не страшно. Так, ну, отхилимся, отопьемся, отманемся, как говорится. Где-то не... 9 тысячи можно сделать, как не и тут. Ну, в общем, так бредовый. Если честно, игра закончится. Ребят, в общем, смотрите. По геймплею на этом персонаже я уже все показал. В принципе, просто сами все видели. Астрал 2, там догон, ультимативное. То есть, все просто. А сейчас, в принципе, ребят, попрошу. Вот кому рили понравилось, кому интересно, подписаться и поставить лайк. Да, конечно же, посмотреть вот эти нарезочки с прошлых игр. Все, погнали, ребят. Так, даем первый поезд. Опа, да он же сам сейчас к нам в руки пришел, ребят. Этой, как бы, темой воспользоваться нужно. Просто изичайший фраг, в самом деле. Ты мой контрпик. Ну, начинаем поливать, у нас третий левел. Попадаю еще раз, там смерть. Так, так. Далее. Далее, что мы должны сделать? Там четвертый левел на паке. Орбе он прогулял. Слушайте, а что если в наглую за... Вот так вот накидываем. В наглую. И это даже без третьего сплава. Посмотрите, как ему дэмэдж нанес. Божечки. Божечки. Ой-ой-ой, мне аж плохо становится от такого шедевра в игре, на самом деле. Да, я вижу, бро. Да, я буду дэмэдж нанесать. Правда, успеть ультимейт кинуть ему. Просто бежит на всех. Четырех. Сколько у нас нанесет догон? Первого левела. Отлично. Просто с баратрумом хороший ганг вышел. Что тут делать? Я не могу приложить. Я не могу приложить, что делать без ман. Но если он выхукивает, да, смерть. Просто посмотрите, какой дэмэдж пуш, молодец. Гоу. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Так, все гг. Хорошо. Так, все гг там. Так, кого-то у нас там Сларка ловит, Легион. Но надо идти помогать. А с ней Сларк там умрет. Скорее всего. Это очень плохо. Я сейчас, но честно с Астралом, сейчас немного не это. Опа. А куда ты теперь денешься? Люди свои же заруинили мне. Хорошо. Так, ребят, нужно халпа тут. Подоходим к нашему. Некр, некр должен выхиливать. Сейчас скинем ему вот эту тему. Все, он в пурге. В пурге. Надо бежать. Не-не-не-не-не. К Атраксе лучше не подходить. Я очень медленный, ребят. Очень медленный. Так, зря я, наверное, спускаюсь с лоу-граунда. Но буду пытаться жить. У нас тут Сларк. Нужно пользоваться виженом. Так, ну попробую уйти все же, ребят. Попробую уйти. Стакаем пока со стороночки. Третий. Попробую уйти. Попробую уйти. А ей, на кого ракета? Не знаю, но не на меня. Не на меня. Слава богу, что не на меня. Надо уходить. Что-то тут вообще какие-то непонятки. Но видит меня Пак. Но надеюсь, там нет Дримкуэлла, потому что... Ой-ой-ой. Кидаем себе. Ой, вот это просто по кайфу. Уф, уф, что происходит? Что я делаю? Даю вот эту тему. Ну вы поняли, ребят. Ну вы поняли. У меня так руки чешутся до гон замаксить, ребят. Просто шотать. Контент есть контент, поэтому... Не судите меня строго, если мы потом... Поиграем. Ребят, поэтому решил собрать и Дагон в троечку уже. Давайте Гоус все же купим сейчас. А то мне как-то страшно. Дагон поможет. Не, я тут умру. Первый раз я тут умру. Да, тоже Дагон прилетает. Ну вот и соответственно наказан за то, что... Не собрал никакой эскейп. Дагон там не убил. Бар и есть стики. Путь у нас прыгает. Отлично поджать даггер. Бар должен юзать чарж. Но юзать чарж на пак. А, нет, смотрите, как хорошо сработал. Должен ультимативно уезжать. Пак тут не должен сделать сайленс. Никакого. У него Дагон в КД. Пуч его выхукивает. Просто молодец. Посмотрите, ну пуш скорее всего будет умирать. Да. Пуч умирает, к сожалению. Но тут нельзя надолго растягивать. Потому что пака сейчас откатится. Еще разок орба. И так. Эвейдит у нас стан. Будет ли относ. Дается рипер. ГГУП. Пак отправляется. Автавер. Ну у нас тут еще кто-то есть в спине. Кто-то тут в спине. Ребят должны. Ребята отыгрывать. Дэс пульс у нас есть. Все. Есть 800 ман на некрилате. 500 ман на... Ой, 500. 500 хитпайнтов на Баратруме. И в принципе нужно тут что-то нам делать. Какие-то мувы. Ну Сларк у нас решил до победы. Ну а он собрал. Ну а. Неожиданно. Сейчас неожиданно. Меня просто берет специально прыгает. Я не ИУ. Ничего не могу нажать. Но у нас нету команды. Тут скорее всего. Да. Тут луз. Финника убивать. Давай убьем. Давай убьем. Принес мне ферзблад. Братишка. А я тебе покушать принес. Принес нам теника. Сверхблад. Кем я буду играть и чисто... Так сказать. Такой стрим снайп. Небольшой. Можно сказать. Ну какой стрим снайп. Я же видосики пилю. Типа. Вот так вот закидываем. Четвертый стак. Пятый стак. Шестой. Ну бабахнем там. Потому что уже 610. Просто было. Везение. Что приходится. Стакаем. Стакаем. Жаль. 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 Кончается у нас. Второй. Успевай ее кинуть. Давайте бахнем. 660 под вторым. Надо. Надо бахнуть. Ребят уже. Так. Ну. Сливает стан. Все. Найс. Начинаем. С дабл демеджем просто. Она уже все. Отлетит. Отлетит просто. А если потма успеет. То по сути она... Ага. Кидает ару. Банальная ару. Будет ли давать блинк. Ага. Типа такая. Да. Сейчас. А тут. Опача. А тут даст. А я не ожидал. Подмос скажет. Сорян. А на самом деле взял я его для инвокера. Это даст. Понимающий. Вот таким людям я люблю муты давать. Я думаю некоторые подписчики оценивают. Вот мы. Вот мы молодец. Вот здесь. Ну сейчас посмотрим экспу дать даст он ушел. Нет. И типа. Ждем. 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 Дает экспу выходим. Дает экспу. Он тут фармит. Это хорошо. Он тут фармит у нас. И что думаешь их передамажишь? Гоу гоу гоу. Ой. Эй. Тут Лина. Мне сейчас просто прокаста дадут. Прокаста просто дадут. Ну а пока стоят тиммейты. А пока ребят. Ну я не знал. Не знал что еще. Тут еще 4. Очень плохо все. А он без агры. Просто посмотрите на его айтемы. Божечки. С кем играю? Ну умирает. У нас тут тоже легион. Зачем ты идет куда-то? Акс у нас просто букашка. Не знаю. Очень плохо все ребят. Очень плохо. Ну без лейта играю. Плюс еще акс без. Без агр. Ладно понял. Будем тогда пытаться брать свои руки. Будем ходить к ним в лес. Будем пытаться сейчас инвокера как-то гнобить. Он не качал. Но я вижу что я не качал. И типа как бы это очень плохо. У легиона лотар ребят. Это тоже очень плохо. Потому что на легионе лотар. Не контрит сам. Не контрит сам. Лотар на легионе. Ну все. Пошла каточка по накатанной. Так сказать. По накатанной. Луз линии. Килинг спри. Килинг спри. Хорошо. Жалко. Жалко. Жалко конечно. Что команда как обычно. А все продам вам пластик. Куплю понимаю. Понимаю. Начинается это. Нытье. Попробуем настроить персонажей наших игроков. Так ну да. Заливает просто. Просто ливает. Я понял. Понял. Блин обидно. Как тяжело. Если честно. С командой. Вообще просто не везет. Сегодня я сегодня проиграл. Очень много игр. Просто команда. Но ничего не делает. Просто ничего. Человеков. К сожалению. Мне даст. Неси мне даст.